Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня продолжим серию фильмов о Баку. Баку 1980-х годов совсем не похож на Баку 1990-х и уж точно не похож на Баку, который продолжал меняться впоследствии. В 1970-х и 1980-х годах экономика и культура Баку стало еще больше развиваться. В Баку на основе современных технологий были созданы новые установки по переработке нефти, в которых обрабатывалась сырая нефть, произведенная не только в Азербайджане, но и импортированная из других союзных республик. Появилась также и такая отрасль промышленности как радиотехника. В Баку были построены и введены в эксплуатацию завод бытовых кондиционеров, несколько современных швейных и обувных фабрик, завод шампанских вин, были автоматизированы ряд установок на нефтеперерабатывающих заводах, была проложена новая линия метро и проделаны другие работы. Также развивался морской транспорт. В 1980-х годах были построены дворец Кюлистан, новый зоопарк, крытые спортивные комплексы. Отстранение в октябре 1987 года Гейдара Алиева от высокой должности в руководстве СССР усилило надежду армянских сепаратистов в достижении своих целей. 20 февраля 1988 года в Ханкенде состоялась внеочередная сессия областного совета народных депутатов и было принято решение о выходе автономной области из состава Азербайджанской ССР и вступлении ее в состав Армянской ССР. Москва еще больше поджигала конфликт. Прибывший в Баку член политбюро ЦККПСС говорил о недопустимости изменения границ, а другой член, отправившийся в Ереван, оправдывал сепаратизм. Президиум Верховного Совета СССР, грубо нарушив права Азербайджана, 12 января 1989 года принял постановление о введении особой формы управления. Под руководством проармянски настроенного Вольского был создан Временный комитет особого управления, который непосредственно подчинялся Москве и были приостановлены полномочия всех государственных и общественных органов. И только в 2020 году Азербайджан силой вернул принадлежащие ей территории, наконец-то справедливость восторжествовала и весь мир увидел, что натворили оккупанты в Карабахе. Поделитесь вашим мнением в комментариях. Поддержите канал лайками и подпиской. Субтитры создавал DimaTorzok